Девушки отдыхают и сказали, что это несправедливо, и сделали эту выставку. У нас в стране нет ни памятника, ни мемориала безвинного уничтоженным ламам. А для буддийских народов, для бурят, калмыков, туринцев, это была не просто трагедия, это была национальная катастрофа, потому что была полностью уничтожена духовная элита народа. Тогда же не было никакой другой интеллигенции или никаких других образованных людей. И все образование было религиозным, и наиболее умные, образованные люди были в монастырях. В процессе создания этой выставки мы сначала думали, сколько количества лам было репрессировано, сколько процентов. А теперь мы знаем, что было репрессировано 100%. Что были только единицы, кто ускользнул с этих территорий тем или иным путем, которые выжили. И вот эта выставка, это первый маленький памятник трагически погибшим десяткам тысяч буддийских монахов и верующих. И я думаю, что когда-нибудь во всех буддийских республиках будут поставлены большие памятники безвинно убиенным монахам. Мне очень хочется пожелать и республикам нашим буддийским, и Санкт-Петербургскому Датсану, и всем верующим как можно больше сил и вдохновения именно в деле возрождения традиционной религии, одной из традиционных религий России. Народы Тубы, Калмыкии и Бряти имеют долгую историю духовной связи с Тибетом. Россия является первой страной, которая установила дипломатические связи с независимым Тибетом. У Николая II и его статейши Далай-Лама XIII обменялись рядом писем и подарков, которые до сих пор хранятся в архивах. Первый буддийский храм в Европе был построен в Санкт-Петербурге, причем XIII Далай-Лама сделал большое пожертвование на него, и все строительство, что шло под руководством известного бурятского ламы Агвана Даджиева, который являлся посланником Далай-Лама в России в то время. К сожалению, в XX веке движение началось в обратную сторону, движение разрушения буддизма с севера на юг. Из России в Монголию, затем в Китай, из Китая в Тибет. В Тибет, в Тибет, были более 6,000 монастыри, предыдущих операций в Тибет, в 1950-м году. В Тибете, в оккупации этой страны было более 6,000 монастырей. И эти монастыри были не просто местами почитания Божеств, это были центры образования, центры изучения философии, метафизики, психологии и других наук. Большая часть этих монастырей была разрушена во время китайского правления в Тибете. Когда в 1980-х годах была политика гиберализации, так мы сказали, в Китае, то часть этих монастырей была восстановлена. Но эти восстановленные монастыри остаются больше музеями, чем образовательными центрыми. Управляются эти монастыри так называемым комитетом демократического управления и коммунистическими чиновниками данного региона. А теперь в Великая Россия у вас есть свобода религии. И во всех трех буддийских регионах России, в Бурятии, Калмыкии и Туве, его святейший Тадалалама считается как духовный лидер буддистов. Его святейший Тадалалама советует нам быть буддистами 21-го столетия. И он подчеркивает важность образования, изучения буддизма, а не только в исполнении ритуалов и молитв. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потому что это та точка, опора, та точка, которым должны все сосредоточиться и быть великой трагической историей, произошедшей из-за неграмотности людей, из-за глупости руководства советской власти, из-за безграмотности. Вот так. Я даже могу сказать, безграмотность. Понимаете? Грамотность, образованность – это мудрость. Это наука на наследиях мудрости, правильно? Мудрых людей. Но они этого не получили. Они только лозунг могли говорить. Пятилетки, планы выполняем. Или как там, ура-ура, еще чего-то там такое. А за этим никаких дел, никакой ответственности нет. И взять из живых людей вышвырнуть, 40-градусный мороз, на который дети, сыновья, мужья лаюют и героем. Калмыки у нас самых больших, всех героев. Первые годы я в Веселькуле видела много. Трупов на улице, в бараках трупов много было. По трупам ходишь иногда. Первые вот это. Это кто? Умирали? Калмыкии умирали? Калмыкии, но 40-градусный мороз они ехали. А дороги сколько умирали? У-у-у! Тамбру вот так вот складывали. Они как дерево, как, знаете, страх куда-то исчезает, все, ничего, никакой. Вот барак загнали, там умер, через него шагаешь, идешь в туалет. Если там уже больше нет, где живете, а тут уже вытащишься, там на улице, выезжаешь, вот где двери вдоль стенка поставят, а тут двери в сторону. А все равно ходишь, а в них спотыкаешься, они как трупы, ну дерево как-то, замерзшие, замерзшие. Смерть остывшей трупы. Моя мама всегда говорила, самых лучших людей убрали, убили, искалечили. А сейчас пришли в хумус, ну она как-то по-своему так, ну типа дьявола. Пусть мне хоть сейчас стрелять откажу, да вы не стойте мизинца этих людей. Ваши потребности, ваше желание, отражение жизни российских людей. Продолжение следует...